Доктор физико-математической наук Нейтринный телескоп на дне Байкала Нейтринный телескоп на дне Байкала Он не только на дне Байкала Мы расширяем и дальше диапазон наблюдаемой астрономии Есть частицы, которые цыплятся на нас дождем из космоса Это в основном заряженные частицы, протоны Которые каким-то волшебным механизмом в космосе Ускоряются до таких энергий, которые достичь на Земле просто нереально То есть это на много порядков больше, чем энергии, достигаемые на Большом адронном калайдере, например Источники таких частиц, они просто неизвестны Откуда, как такое может получиться Как такие энергии вообще достигаются в космосе Ученые этого не знают И даже если такая частица прилетела на Землю Такие частицы регистрируют, действительно И мы не знаем направление, откуда она прилетела Дело в том, что пока она до нас долетела И поскольку она заряженная, ее путь искривился в межгалактических магнитных полях И уже приземлившись к нам, она не указывает на источник свой А нам важно понимать его источник? Конечно, мы же хотим знать Мы же хотим знать, какие источники энергии во Вселенной Может быть, мы что-то позаимствуем Хотим, вообще хотим Какие-то идеи позаимствует Вселенной Мы не знаем, не можем, это же действительно ни с каким источником Потому что она загибается Большой энергии, такой же энергии фотон, например Или гамма-квант Он не долетает до нас с глубин Вселенной И по простой причине, что он поглощается просто в межзвездной пыли В газе И его путь не так далек А источники находятся действительно на границе Вселенной Это мы знаем И единственная реально частица, которая, долетев до нас Укажет на направление источника, вот этого гигантского источника энергии Это нейтрино Почему нейтрино? Нейтрино слабо взаимодействует с веществом Практически Земля для него прозрачна Прошивает его? Прошивает, да Солнце тоже прозрачно И, собственно говоря, это идея Зачем нам нужны эти нейтрино Большой энергии нейтрино из космоса Мы хотим увидеть карту вот этих источников энергии А чтобы понимать масштабы Как выделение энергии То это сжигание галактик Сразу в течение нескольких секунд Вот такой масштаб выделения энергии Происходит Собственно говоря, мы и интересуемся, а как и зачем это нужно Хорошо принято Вот Что? Что делать? Значит, поскольку Фотонов просто недостаточно Они не долетают на нас Ну как? Мы же звезды видим Звезды мы видим Но фотоны эти, которые мы видим Они очень-очень маленькой энергии Те звезды, которые мы видим Это обычные источники То есть мы видим ерунду Ерунду По сравнению с тем, что на самом деле Мы можем его посмотреть Да А по тем энергиям заряженных частиц Которые падают на нашу Землю Мы знаем, что где-то спрятаны Источники гигантской энергии А что для нейтрино непрозрачно? Относительно все прозрачно Все прозрачно Просто у него есть свой характерный пробег в веществе Ну вот, скажем, для тех нейтрино, которые мы ловим Это несколько радиусов Земли Материал надо набрать Чтобы нейтрино поглотить Поглотить, значит, непрозрачно? Да, оно поглощается Конечно, нейтрино взаимодействует Поэтому он взаимодействует слабо и редко Но, тем не менее, взаимодействует Поэтому для того, чтобы построить нейтрино-телескоп Нужно взять большой объем материала В котором Действительно застревают Они будут застревать И вот как раз, когда они там застрянут Мы их увидим Как они застревают? Они просто взаимодействуют с атомами материи Просто прямые столкновения Прямые столкновения с атомами материала При столкновении рождается, например, тот же Самый мион Который дальше летит еще несколько километров И мы его видим Потому что он ионизирует материал Для... Ну, значит, надо много материала Сколько материала нужно? Ну, вот типичная оценка Это кубический километр материала Материал должен быть еще прозрачным Я начинаю догадываться Я подвожу потихоньку Да, кубический километр Почему кубический километр? Это связано с частотой С которой пролетает нейтрино Этот материал И вероятностью поглощения Понятно Частота маленькая, поглощение маленькое Кубический километр это форма или объем? Это типичный объем Может быть в любой форме Может быть цилиндр Это может быть, например, основание 300 метров Да, да, как угодно А вот длина должна быть очень большая А может быть наоборот Нам все равно Потому что они летят во все стороны И нам набрать объем нужно Больше ничего Вот И объем должен быть прозрачный Потому что мион, который рождается От взаимодействия с нейтрино Он, проходя через этот материал Звучает черенковский свет Его видно черенковский Это по имени академика Черенкова Который его Разглядел Разглядел Первый раз у нас в Москве И, собственно говоря Такой прозрачный объем Он начинен С светочувствительными детекторами И это есть нейтринный телескоп Для чего Он располагается в глубине Для того, чтобы Заряженные частицы Которые летят к нам из космоса Сверху Они не мешали регистрировать Редкие Свечения Свечения от нейтрино Потому что они Так же будут пронизывать этот объем А так над этим объемом Есть еще много-много воды Сверху Сверху То есть, грубо говоря, нейтринный телескоп Это большой объем воды Это большой объем И несколько светофиксирующих Несколько тысяч Несколько тысяч Светоулавливающих И большой объем воды над ним Понятно Чтобы защитить От космоса Да Вот Собственно говоря Эта идея Этого была предложена Советским академиком Марковым И после этого Подхвачена Мировым сообществом И ее сначала Реализовывали В очень приятном месте На Гавайях Там тоже есть объем воды А глубина? Глубина Тихий океан Там больше нескольких километров Глубина И его, к сожалению Этот проект Не был реализован Он был остановлен Потому что вода соленая Никак? Вода соленая Это мы сейчас Еще подойдем Это Влияет? Влияет, да Потому и не был реализован Или по другой причине? Нет Не был реализован Прекратилась Финансовая поддержка Этого проекта Это еще существеннее Соленая Но уже были заложены Ведь Смотрите А это дорого построить Такое телескоп? Это не очень дорого Это гораздо дешевле Чем построить детектор На Большом Адронном Калайдере В сто раз дешевле Может быть А в абсолютных цифрах? В абсолютных цифрах Это от десятков До ста миллиона евро А как он строится? Это реально Это Такие Фотодетекторы Спрятанные В Толстые стеклянные сферы Чтобы Не раздавило их Водой Эти стеклянные сферы Одна за другой Нанизаны На такую нить Кабель Который соединяет их И Этот кабель Это струна Длиной Может быть 500 метров Километр Ее Бросают С грузиком На дно моря Она потихонечку Туда опускается Вверх ее вытягивает Буй Который находится Тоже на большой глубине То есть Это Вытянутая струна И таких струн много У каждой струна Подключена Внизу уже На дне Море К своему кабелю Кабели соединяются То есть на дне моря Есть розетки Да Там и розетки Туда опускается Управляемый аппарат Подбирает Подбирает Конец кабеля Бежит к штептелю И Да Втыкает его туда Ну это Из разряда Проектов Которые Вот Ищут Золото На становивших кораблях Там вот С манипуляторами И Собственно Кабель Там откуда взялся Кабель Кабель туда тоже Погрузили Вы не представляете Когда мы планировали Эксперимент Я уже теперь перешел Потихонечку от Байкала Байкал Это маленький телескопчик Да А вот Чуть больше телескоп Он на дне Средиземного моря Находится А почему маленький Байкал Глубина Байкала Маленькая Тоже Глубина Байкала Всего лишь Около километра Но какая разница Зато он Да Но Тоже не очень большой Не хватает Большую площадь Трудно Трудно обслуживать Технологически Лучше Лучше Про поводу кабеля Это тоже приятная Приятная клипа Это код дозер Между прочим Когда мы планировали Эксперимент Мы посмотрели на карту Значит Как расположены Различные Узлы связи На дне Средиземного моря Это просто Лес Различных проводов Они проложены Уже за десятки лет Все очень плотно Да Там просто Идут трассы А теперь А какой кабель Какая энергия Нужна, чтобы работала Телескоп Это не очень Большая энергия Каждый из модулей Это всего лишь Несколько ватт Энергии То есть это Ну Несколько мощных Осветительных приборов У нас же все в лампочках Да То есть несколько лампочек Да На тысячу ватт умножить Несколько тысяч ватт Это киловатты Понятно Вот То есть это Они там есть На Днемуре Да Их туда По такому же кабелю Да Вот например Есть Компания Во Франции Которая обеспечивает И мобильную связь И Францтелеком И Наземную Связь У них есть Свой Флот кораблей С большой Большой катушкой На корме Которая Разматывается И они так укладывают Кабеля на дно Средиземного моря Ну и Атлантического океана Собственно говоря Такой кабель Длиной 40 километров Был проложен До места Где расположен телескоп И уже Из этого места Из центрального блока В котором Эти самые розеточки Находятся Идет Разводка Вот По всему Телескопу Теперь кратенько Скажите пожалуйста О поводу Соленой И пресной Воды Потому что Уникальные свойства Байкала Мы говорили В нашей программе Да Значит Соленая вода Чем хороша Соленая вода Хороша Да Тем что в ней Есть соль Соль Она Тоже Немножко Радиоактивная И Она дает Постоянные Маленькие Свечения Эти свечения Помогают нам Калибровать детектор То есть мы все время Знаем Какие модули Работают Какие Угасли Естественно И Она дает Свой Положительный Вклад Есть отрицательный В соленой воде Есть Микроорганизмы Которые Обладают Свойством Биолюминеценции И вот эти Микроорганизмы Они стаями Наплывают На Область детектора И зажигают Буквально Они Каким-то образом Между собой Переговариваются Они одновременно Начинают вспыхивать И В это время Мы выключаем детектор Пока они Не уплывут Слышишь А молодой ученый Начинает звонить В залом Андрей Андрей У нас куча мионов Да нет Это планктон Вот В пресной воде В пресной воде Такого нет Приятность В пресной воде Такого нет А почему пресной воде Ну вот Так Это больше к биологам Да Кстати Вот такая станция Да Подводного наблюдения Это уникальный прибор И для сейсмологов И для Всяких ученых Изучающих море Для Биологов Потому что Это Возможность Создания Большой Глубоководной Лаборатории Длительного Наблюдения У вас есть Туда Оптоволокно Там Гигабайтная Связь У вас есть Энергия Туда Подведена И все это Еще Обслуживается Компьютерами На берегу Которые стоят На другом конце Кабеля Плюс все еще Все это происходит На берегу Я напомню Средиземного моря В хорошем месте В хорошем месте Недалеко от Марселя Недалеко от Свежие фрукты И так далее А ловите Вино Вино О чем это мы Да А ловите вы Нейтрино А ловим Те самые Казалось бы Тут бы и устрицы Для того Чтобы понять Увидеть Вернее Или просчитать Во Вселенной Источники Диклина Мы хотим Увидеть Карту Звездного неба В виде Источников Нейтрино И совместить Ее с картой Видимых Объектов В других Диапазонах В радиодиапазоне Есть Энергичные объекты В оптическом диапазоне Есть В галовом диапазоне Эксперимент Только начался И Мы пока Не видим Но План такой Что Статистика Должна набираться В течение Десяти лет Еще Кстати Мы смотрим На нейтрино Которые прилетают Нам с другой Стороны Земли То есть Мы смотрим Через Землю На них Мы обязаны Это делать Иначе Те частицы Которые к нам Все-таки Пробираются Сверху Космические частицы Они создают нам фон Мы должны смотреть Сквозь Землю Земля для нас Фильтр Хороший является Поэтому Мы Смотрим Только в определенную Часть неба Так как у нас В северном полушарии Находится Телескоп Мы смотрим В южную Полушарие неба А В южном полушарии Земли На Северном На южном полюсе Точно Есть другой телескоп Который Вморожен в лед Это Американский проект Который Тоже начался Где-то Лет 10 назад И Оказалось Что Лед На большой глубине Тоже на глубине 2 километров Практически Прозрачный И его можно Использовать Так же как воду Для Тесканитеринного Телескопа То есть два таких Больших телескопа Один смотрит На северное полушарие Неба Другой Дополняет Его Вмораживали Туда Туда Забрасывали На самолетах Большие Дизельные установки Которые Паром Пробивали Двухкилометровые Такие Вертикальные Шахты Пока Пар Горячий И вода Теплая В шахте Находится Вода Она застывает Примерно За 15-18 часов За это время Надо Опустить туда Прибор Значит Всю нить С этими Гроздь приборов Фото Детекторами И значит Кончик Будет торчать Из Это самое Изо льда Значит на поверхности А там постоянно дежурят люди Да Там постоянно дежурят люди Фантастика То есть вы получается Ловите нейтрино Несколько десятков Вы ловите нейтрино Не на входе А на выходе Из воды Ну то есть через всю землю Да-да Через землю Мы смотрим через землю Вот телескоп он Смотрит через землю Ну что ж Теперь нам Даже с нейтриным телескопом Все более-менее ясно Да Более-менее Вообще это фантастика Что касается На День Средиземного моря Во-первых там происходит Трассы проходят Такие торшеры Это то что на Южном полюсе Еще в морожен телескоп Это конечно Так сказать Ну наверное Это сложнее Да Со льдом работать Это дороже Дороже Просто Билет на Код Дозюр Стоит Раз в 10 Дешевле Чем Долететь А что лучше Что эффективнее И то и другое Есть Минусы И плюсы И минусы А какие минусы Во льду Минус во льду Основной что У нас накопились Земные катастрофы За много тысяч лет И каждая катастрофа Покрывала Поле Льда Значит Ну везде на земле Да Катастрофа Какого Ну например Извержение вулкана Гигантский метеорит Типа тунгусского Кольца Кольца на дереве Да Значит Это покрывает Непрозрачным слоем Лед Потихонечку Со временем Этот лед Намораживается дальше Он опускается Глубже И собственно говоря Срез льда На большой глубине Он представляет собой Свои Разные Разные Прозрачности Понятно Ну спасибо вам большое Андрей Как минимум Вы нас Заинтриговали Что все Теперь Следующая встреча На Южном полюсе Нет Следующая встреча Нет Сначала В радиоуслуде Марселия Марселия Вино, сыр Устрицы Андрей Ростовцев Был с нами Две подряд Программы Наука доноса Что ему громадное спасибо Доктор физикой Математической наук Зав.лаборатория Элементарных частиц Института Теоретической Экспериментальной физики Спасибо большое Спасибо То есть физикой Наглядь заниматься Еще и удивительно Не то что непонятно А приятно В этом-то Собственно говоря Мы можем Идите с наукой